так друзья мои продолжаем наш забег я имею километровый будем обедать ролинг 45 ну короче и ладно спасибо игорек у нас 70 рублей стоит так что мы сегодня обедаем роллтон сейчас мы будем трапезничать потому что я купил вот такой капусты куда ладно пол пока ну и нас тут она готовила и мясо есть и колбаску жареные какие-то свинячие поросячи вот вот завариваем роллтон обедаем я уже на платке уже тут проскочил хризная сколько залетая на лукойл куплю дрова продам дрова тут конечно секунду друзья так друзья все нормально так 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 на почту тоже отправили окей все это по завтрашней загрузки с брянска а мы достаем волшебный чемоданчик ставим чайничек а я вам не договорил да уж по платке платка 350 рублей стоила помощь сюда не знаю пока сняла 352 наверное 350 ну и все сейчас полчасика отдохнем у меня какой-то пришел насморк дикий я не знаю где-то короче думала где что-то пока не могу ловить но думаю где-нибудь где-нибудь на ремонте дафа трохи там поработал потом подостыл был ветер может где-то и дунуло дальше немножко с плями вот и поедем чтобы не собирать ямы от орла до брянска потому что там просто капец как-то вот так открываем сенсы чтобы не потело ничего открываем roll to забыли нету хотел эти чтобы в лапша была не не купил во первых забыл тут зашел спросил молоко ли как у нас вообще бомжей не продаем настолько еда цивилизованная и ладно будем есть это в общем как то так мне приятного аппетита вам приятного аппетита если будете кушать в общем обедаем и гол на брянск я уже и забыл что мужики но поснимать какой-то орел нарисовал все красным но переезд проехал все нормально как бы без особых проблем вот тут только на выезде вот на светофора до следующего какой-то тут запор непонятно а так принципе проскочил добже и он сразу был 2135 показывал прибытие 2105 уже показывает подруга наша что-то меня прихватило все завалило все нос завалило все завалило все завалило сопли ручьем где-то уже под дуло маленько ладно я звонил на завод сказали можно заезжать на территорию ночевать на заводе так что если что поедем туда заедем и там уже будем с утречка узнавать ну доверку скинули все скинули я позвонил сказали да все хорошо утром должны загрузить сказали как бы проблем быть не должно больших вот наверное вот не точно россия тут может быть все что хочешь могут быть и проблемы а могут не проблемы когда так ну солицы как течет видно стеков нету ничего нету я вчера тоже там ехал там блин такие ямы смотрю какой-то хозон или что ехала его как ковыльнула думал у вася пара во второй ряд сваливать ну и все там поспокойней таких ям нету так что друзья как-то вот так то все поехали до брянска еще два с половиной часа показывает ехать но тут не знаю дороги нет от нарышкина будем опять колотиться потихоньку станем за кем-нибудь и будем потиху ехать главное чтоб ничего не копало сверху потому что когда идет дождь вообще-то асфальт мокрый ни хрена не видно в общем как-то вот так поехали добранска впереди камера на разметку а вот и брянск докатился до сюда 2020 и как раз на въезде прямо сейчас в брянск попа не то снег мокрый не то дождь мокрый что-то пошло а у гостики но не а поедем на завод сказали что пустят надеюсь что завтра не надо будет куда-то продается через 600 метров круговое движение второй съезд хорошо спасибо второй съезд едем прямо так куда-то а потом направо и так на ту сторону брянска сказать как на вы сторону дома с одной стороны хорошо потому что но не охота прям по этой объездной колотиться там там просто нет дороги круговое движение второй съезд и и выработали всю за зиму а мы проездимся по брянску когда-то давно я тут ехал вот прям помню вот по этой улице центральная она не центральная хрен его знает но в общем по ней как-то ехал 6 километров до следующего а потом сейчас заглянем а ну и нам на другу направо и вниз 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 направо налево направо и там короче лево-право-лево-право и короче еще 25 километров прям с большой город оказывается ветер на ту сторону 25 килограмм через весь брянск надо проект он меня короче вел там по низу как-то но там что-то красным красным все горит непонятно там что-то на какие-то мосты под мосты надо там на развязки эти выезжать а вот отдав который выехал там передо мной тоже едет уже то чего водителя я не знаю или это вот с чем это связано камера там висит 60 ну можно же там плюс 20 в россии ехать да он поедет едет резко в тормоз как даст блин и едет 55 чудит прям чудит что-то я подустал маленько а он нажигалиться смолит со скубачами пошел а воняет от него он еще на старом советском 78 глазу мать еще какая-то надо ему поаккуратнее он может по пену спалить так газу и все в правый ряд стал и все фуа водища власть катализатора по нету что ладно друзья что катимся на ту сторону что показывает 37 приедем там посмотрим что и как блин вроде как справа должен быть вагоноремонтный заводе нет нет вроде как дальше кто-то заезд должен быть такой направо да то есть хамуха все заболел сережка да вроде тут тут заводик один еще я не надо дальше я проехал я привозил сюда двигателя как-то это я точно помню а это будет дальше там ближе уже ближе ближе дальше туда вон там железка скорее всего надо надо ну да ладно это так что-то а вот где-то завод заезжал вот тут по-моему тут было СТО что-то было что-то было может я путаю конечно ночь-полночь ни хрена не видно ничего не понятно едешь-ка такими чагарями там знак 40 камера ща буде камера ага вот он наверное я тут что-то хотел покупал вот шины мыны ага вот справа где легковая стоит я вот здесь тусовался а вот заезд на завод да все нпо гк и и к какой-то или и по непонятно вот тут точно да а дальше там будет еще помогу помогу ошибиться конечно бля тут еще все 40 что ли что за улица такая вся в 40 ладно 10 километров мне еще так долго еду вообще капец вот брянск маленький город нифига 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 и это еще не конец я приеду то есть это еще как бы там край но не тот как то так ладно поехали еще 10 км и друзья я уже на территории брянск сантехники не знаю где то что тут радио стать а где хочешь вообще вообще я даже не знаю где тут пристать мусорный бак какой-то так а если я сейчас вот тут развернусь и как раз тут есть можно стать как это говорят чтоб не вниз головой спать чтоб не вниз головой спать вот так вот высорный бачок вообще отлично оп 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 здесь где нибудь тут правда наверно будут машины утром заезжать становиться в ряд вот так ну нам как бы пофигу мы туристы нам можно как хочешь я так думаю так надо подкатиться назад наверно чтобы спать 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 так там где то мусорный контейнер а вон надо чуть-чуть на бугорок заехать раз вот так вот о о вообще классно стало хопа и все ну в общем как-то так спокойной ночи всем привет уже 740 помылись туды мисю дым пьем кофе ок что-то вообще все заложила нахрен ничего страшного бывает интересно что как-то до беларуси доехать в аптеку нормально зайти почему говорю нормально потому что когда-то в россии великих луков купил тоже этот внос спрей такой же как дома покупаю я не знаю что туда заливали но ну просто все разъела я не знаю короче не знаю вот стою вот на территории еще минут 20 тут только городской телефон есть короче я так понимаю надо будет набрать ну хотя вот людям сюда заходят и все вот в дверку там идут в общем завтракаем так сказать ну я думаю нас найдут или я пойду искать но это будет ровно 8 с этой стороны стою тут даже цехов нету где заезжать скорее всего где-то с той стороны где грузить будут так что как то вот так друзья все покушаем как говорится сладости с утра и поедем работать что друзья я выезжаю уже бы выехал минут на 30 раньше но оказывается я должен вообще был с документами на груз приехать полностью сказали такого не бывает хотя у вас может быть говорю и бывает а у нас такого нет вот ну и все уже куда он меня ведет какими-то чехерями а почему не пойму не 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 поедем налево налево и по прямой он меня хочет вывести направо 300 метров вам нужно съехать в прям а затем поверните направо какого какого такого непонятно ну в общем вроде все нормально загрузились поехали до красной горки 310 километров поставили балду я так понял что какую-то печку везут для углей которые делают ну вы поняли мангал шмангал шашлык пошлых для этого маршрут перестроен конечно перестраивая на кой ляд мне блин а 15 километров вокруг ехать брянском по прямой и все и выехали подруга чудит вообще блин а ведет хрен пойми кубой о боже пока ты собрал что-то блин а аж взмок весь вроде без куртки на третий этаж туда обратно туда обратно пришлось свои рукописные цемерки брать выписывать ну в общем как то вот так вот вот вроде загрузил равномерно старался поставить чтобы она стояла четко ремешком придавил фу что поехали едем через красную горку через руки не пойду поедем чуть-чуть вокруг проедем через аршанский маршанский и туда и сюда и короче как то вот так так что брянску привет и пока поехали немножко поспал но все равно раньше будильника встал какой-то выезжал блин громкий я не знаю или спец техника какая-то или что в общем возле меня проезжал так прямо грохотела все я так и что-то поленился открывать даже смотреть что это было спереди камера на 40 и хрен с ней я 80 еду камера 40 сильно не нарушаю ладенько друзья все надо отдышаться так сказать ну в общем а что тут рассказывать все что было рассказал все что утром могло быть и потихоньку поехали ну вот и опять смоленск проскочила я тут все еду погодка такая пасмурная на сон клонящая смоленск где-то километра 80 на красной горке осталось приблизительно о рубит однако носик не дышит все какое-то состояние не состояние поехать надо одним словом пока ехал тут подрезал себе тут места покусочный чел уже может границу пройду потом уже есть или бомжа опять заваривать зайти на беларусь нефт на аршанском какого супца поесть полноценно но еще пока доедешь еще будет не скоро ну и все это запиваю кефирчиком так что вот такие вот пока новости по выгрузке позвонил там крана у них нету не перезванивают что они там на завтра решили на утро не решили чтобы не было качели а мне задерживаться там нельзя надо завтра вернуться в минск к обеду а может уже и не надо пока еще тоже информации нет как-то так ладно что поехали долей все выпрыгнул на м1 конечно на москву ездят легче чем в любые другие стороны там населенная населенная тут и полосы вошь палишь и все на круизе киданул и попер а там гас тормоз гас тормоз населенная населенная промазал смоленский там на мост надо было там закрыли развязку и надо было направо развернуться и попрямо я эту сдуру взял и в смоленск поехал заезжаю смотрю не понял что я сделаю ракету разворачиваемся и назад вот так вот хочу меня туда погнала я сам вообще не понял сейчас задумался или отвлекся направо легковые пошли все я за ними а фуры то пошли все прямо но как бывает ну да ладно поехали пробиваться через границу а вдруг получится я бы тебя выпустил но там джип едет мне даже уйти некуда молодец не выехал вот показатель человека правильный который за рулем сидит вот его московские номера ну вот пожалуйста не стартанул обычно все на по главной выехал а там вот трава сзади не расти ну что друзья граница пройдена спасибо там вольвия вольвия пропустила и мы проскочили слава богу поехали поехали так давай электронку будет я как обычно я понял это клиент пишет по загрузке это клиент пишет по загрузке по-моему по-моему так опа ну все считанные метры нам до родины как обычно в родинке кипиш небольшой там все что-то пытаются сказать это самое это из-за этих колейка это из-за тех колейка ну вот остановили машина не знаю прицеп литовский он минут восемь что-то ему там заподозрила что там человек мёс не знаю а вот что-то там стоял документ и смотрел туда-сюда туда-сюда вот а что он там сорел хрен его знает но какие-то подозрения вот поэтому вот и запора так говорят двигало да там продвижки нехилые были так сказать вот так надо переключить сим-карту и позвонить клиенту принимающей стороне быстренько что они там решили будут они не будут что завтра с краном там чтоб не было нюансов по-любому надо выгружаться прямо с утра с утра с рання самого в общем как-то вот так о-о-о колейка на Москву ё-моё ё-моё да да офигеть ну как же на родине хорошо боже моё въезжаешь прям ну вот совсем другие очучения совсем другие даже ямки какие-то чуть помягче что ли или как я даже не знаю как это назвать как-то они вот не так бьют скажем вот вот так ну что потерпим еще сколько нам 40 потерпеть наверное и пойдем на Оршанский все-таки заедем по обедаем в какой-нибудь нормальной еды там правда суп в чашку наливают вот это вот не люблю цена конь а как в Минзурке ну и все и пойдем в сторону Витебска на верх не двинцы поехали обедать хотел вам черныша своего показать гляньте ну только в России в Беларуси ты поездишь по земле а таких дорог нету все машина в земле вся черная чем там посыпают дороги я не знаю длинноземом каким-то или чем клапану вообще не подойти вверх закидывал сдвигал сыпется все на башку ну и как всегда я сходил покушал высказал свое мнение о качестве еды и эта женщина которая на кассе говорит вы сюда каждый раз когда заходите каждый раз типа недовольны чем-то я говорю ну вы же не свиньям делаете правильно а людям 15 рублей отдал за первое второе будьте добры блин ну пусть повар старается борщ взяли так она бураки то что надо было выкинуть обрезают засохший бурак черный все туда ну я и оставил все там показал взял горшочек драники там типа с курицей все курица ничего все а драники я не знаю когда их лепили вчера позавчера они были ужасные просто ну и все почему я не могу высказать свое недовольство правильно ну если вы кормите бесплатно тогда хоть овса насыпьте я поем бесплатно и как говорится и сказать нечего будет потому что бесплатно а если за бабки хоть какое-то качество еды должно быть как исправить ситуацию очень легко и просто берете книгу жалоб ну это про себя говорю берешь книгу жалоб и пишешь послание и все и повар начнет стараться вот все понятно что бизнес все понятно что там приготовили не взяли это вчера или там позавчера и они это поставили в холодильник возможно это все стояло ждала своего клиента ну не меня я не тот клиент которого для сопли все одолевает если я захожу в избу вот в избе по вот вчера взял и колбаски тоже не вчера позавчера когда ехал и мне тоже не понравились потому что они видимо поменяли поставщика очень много жил там письки сиськи жопы все там нарезано потому что я так разломал там потроха что только нет вот как бы скажем так есть нюансы сейчас скажите я придираюсь конечно но 20 рублей в избе поесть почему бы не придраться считаю что должно быть качество в огнях что-то дядя хочет спросить у меня наверное где будем мы выезжать будем ладно друзья все поехали Витебск Полоцк Новополоцк Верхнедвинск вперед почему она меня вспомнила потому что я когда-то здесь приехал взял суп и он был соленый я тогда сказал пусть повар в чан залезет с которого наливала ну и попробует ложкой махнет вообще как это есть можно когда там живая соль вот как-то так это что-то я сейчас выехал думаю что-то она меня вспомнила я думаю а когда это я тут уже давно не заезжал то уже не помню когда вас и не раз был ну был как бы ну вот как бы и и да молодец помнят меня тут же туристы заезжают кушают россияне ну должны показывать как должно быть а не как может быть если не стараться о машина идёт сколько так нам сейчас на мост и поехали это сюда фура идёт сюда мальцы уже вон видите дороги залепливают камушками со смолой блин не посмотрел сколько у меня времени рабочего осталось что быстро поехал ладно сейчас если паузу не открутила то увидим сколько отработаем а паузу не должно было открутить я вроде недолго тридцать четыре минуты час пятнадцать еще три часа три часа можно молотить мне осталось тут двести 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 с чем-то километров ладно все как поели так и поедем ну даже вот тут у нас еще снежок чуть-чуть лежит прикольно так я хоть сейчас правильно еду нет на Витебск мне надо а то будет как в Смоленске на границу бы и поехал так кто там что пишет Витя спрашивает куда лучше ехать на Псков да лучше на Езерище там хоть дорога есть но опять смотря на чем ты едешь там можно левым пасом тоже подскочить встать сбоку пойти погранцов подать документы там непонятно кипиш какой-то стоит казахи там ставят машины и там спят они не спят прямо перед навесом а водители которые там не часто ездят могут просто стоять и не знают что делать типа не подъезжают и не подъезжают ну кто-то поехал может даже кто-то с подписчиков посмотрел так на меня сейчас рацию взведем а вдруг окликнет кто поздороваться все поехали что друзья где мы хрен его знает как это называешь умели на это шумели на проект собака стоит отрежу кусочек мяса бедная прибежала хрен знает откуда угостим блин такой ветчиной кормлю дорогой на блин давай хватай на ходу ты чё гонишь минское мясо пастью не ловит что не ловит ни хрена такими кусочками маленькими тебе дает что ты блин проглатываешь ну на почти словил почти на еще все подкрепился свободен нашу папка есть будет вот эти харчи невкусные все друг извиняй в общем качаю соляру аптеку попробую найти сегодня нет сил просто аптечка лежит моя домашняя может там что есть старых запасов не помню где не помню что что-то должно быть что подъел трохи поел такому кабану он стоит красавчик местный смотрит все извини братан больше ты едать нечего в общем покачаю топливо и там поеду дальше и там был магазин продуктовый были хостовары говорят там вроде аптека не знаю пять часов до скольки что работает а вдруг надо что-то какие-то спреи покупать у нос иначе все может спать не буду как-то так в общем друзья я верхней двинской заправки приезжаю тут просто все заставлено все вдоль и в поперек вот тут стояла только что легковая и она чудом выехала короче я вот залез в такое местечко капец машины ну и пресские номера на легковые вон бусы стоят кого только нету ну и казахи киргизы турки все заставлено просто вся заправка просто вся заставлена это трындец короче это трындец что ладно вот так залез надеюсь не выгонят стоят эти мальцы я думаю они сегодня никто никуда не поедет так что ночуем 7 часов вечера ровно к 8 к 8 30 экран должен прийти мне тут осталось километр в город заехать справа где-то и будем выгружаться вот как то так нос не работает ничего не работает короче кайфуем отдыхаем одним словом народ всем привет поверните направо а затем через 100 метров круговое движение четвертый съезд выдвигаемся 7.56 на часах ой здоровья все нет вообще все пошатнулось ночь не спал мучился все заложила переложила хрен пойми ой налево можно или нет я что-то не пойму знаков нету запрещающим или надо по кругу ехать вроде сплошные нарисованы проедем по кругу наверное там есть разрыв ни хрена не понятно нашел вчера случайно капли еще круговое движение четвертый съезд спасался только этим два часа ночи проснулся блин вообще все так херово просто капец надо где-то аптеку искать каких таблеток купить так 1,9 километра до точки вот непонятно можно здесь или нет они вроде сплошные но знак не запрещает поворачивать налево да вроде бы как бы а сплошную то не видно на пригороде вот так вот тут все заставлено просто капец машина каких хочешь вся география Верхнедвинск привет тебе ну какие коттеджики стоят справа симпатичные чуть-чуть подморозило уже минус один какой и был но не больше пошел в туалет вода ледяная ой-ой-ой-ой-ой-ой зубы чистил там чуть зубы не оставил прям лед вода лед ай-ой-ой-ой-ой что столько ям а о клиент звонит ну сказали кран уже на месте как раз мне человек звонит говорит вот и кран заезжаю до конца маршрута 200 метров какой-то вагончик зеленый обшитый и мне за вагончиком направо вагончик обшитый вот и вот и ворота вода территории ну все друзья заезжаем погружаемся все друзья работа сделана 829 у меня уже минут 15 назад я выгрузился прям заехал кран все раз и все крышу сдвинули ящик сняли поверните налево аптека аптека а со скольки она работает надеюсь как и все остальное с 8 надо заскочить что-то я не вижу там движения никакого в этой аптеке скорее всего с 9 ай ладно крутанемся направо сейчас посмотрим режим работы почитаем у меня какая машина стоит может как раз в аптеку пошли люди тут и стояночка есть я думаю с 9 будет я так понимаю тут сильно не болеют аптека что там написано с 9 полчаса стоять не будем поедем где-нибудь заедем в другом городе ворота не попаду может должен трофишь опыт есть какой никакой должен попасть 9 часов люди не торопятся в субботу с 8 это вот если в пятницу кому плохо будет тогда уже с вашими часов можно прийти там таблетки да камней наловил блинов колеса стучат так ладненько все поехали пора взбодриться и немножко поработать едем на минск нас ждет еще одна работа с минска вот не знаю буду снимать что не буду совсем настроение здоровья пошатнулась поэтому посмотрим как будет ну а я что друзья вот так вот съездил в Воронеж у нас не догонишь нас не догонишь все прошло нормально загрузки выгрузки вот такая работа мне нравится когда как бы без особых проблем какие-то там нюансики были какие-то там нюансики были но это вообще как бы мелочи жизни скажем так вот прямо все вновь говорится как микрофон так что друзья все я погнал где-то буду искать таблетки тут ветки судетки как раз пока домой доеду пока оттуда все вот и надо будет грузиться так что если что увидимся в следующий раз на ютубе и не только всем пока